Возможно, это не все у вас будет в доме. У нас продукция очень взаимодменяемая. Но вообще, скажу вам так, чем больше в доме есть пробиотических средств, тем лучше. Потому что помним, что это все существует не просто для уборки, а для создания экообстановки в вашем доме. Это важно. Особенно важно в городах и мегаполисах, поскольку, если мы живем поближе к природе, там немножечко другой, там за эти продукты работает природа, работает лес, может быть, который рядом, работают поля, работает чистый воздух, река протекающая. И там гораздо лучше экологическая. Почему сейчас устремились все за город жить? Много причин, и одна из них, конечно же, экологическая составляющая. Но огромному количеству людей все равно приходится жить в городах, работа и вообще возможности. И чем больше город нагружен вот такими техногенными составляющими, тем сложнее жить. Ну а средства бытовой химии у всех, в крайней мере, было, да? Вот у тех, кто начинает жить, уже бытовой химию в доме нет. Но, тем не менее, экология дома нарушена. Но это не просто, понимаете, когда мы говорим об экологии в целом, планеты нашей, да, окружающей природы, это как бы вот все равно вдалеке. Да, мы там беспокоимся, да, мы способствуем, но это все равно вдалеке. Но мы забываем о том, что экология, собственно, дома, и если она нарушена, это наше здоровье. Поэтому пробиотические средства – это в первую очередь средства, способствующие улучшению нашего здоровья. Почему? Мы не лечимся этими средствами, но мы создаем такую обстановку в доме в плане экологии, что она способствует усилению иммунитета, улучшению наших функций дыхательных и так далее. Противовирусная, противоаллергическая, противогрибковая, противопатогенная. Мы все это можем с вами сделать. Поэтому наша продукция, она не только для чистоты, она в очень большой степени именно для создания здоровья среды. А в здоровой среде возвращается и здоровье. Или препятствует в семье, ну не такие уж у нас огромные территории, если кто-то в семье заболел, то, как правило, заболевает вся семья. Вот чтобы этого не было, эта продукция тоже для этого. Поэтому чем больше у вас будет запускаться из разных позиций пробиотиков, тем лучше. Потому что это богаче будет все. И еще такой момент, вот прежде чем приступить уже к самому продукту, скажу. Этот продукт, он природный. Он не фокусного свойства. В смысле фокус, вот показать фокус, да. Хотя у нас некоторые вещи, вот я сегодня буду фокус показывать, насколько быстро можно пить морс вести, допустим. Но это, ну такие исключительные моменты. А вообще, это работа немножечко пролонгированного свойства. Чтобы достичь и понять, вот это, почувствовать действительно действие, хотя бы 3-4 недели уборки полной должно быть в доме. Тогда вы начинаете чувствовать, что у вас воздух другой, что у вас пыли в доме нет. Даже если вы пропустили уже уборку какую-то, да. Вот какие-то вот такие вещи вы будете ощущать чуть-чуть позже. Ну здесь нельзя вот убраться один раз и уже сказать, все, уже у вас биобаланс, уже у вас все замечательно. Мы обманывать не хотим, потому что мы хотим, чтобы вы на самом деле получили серьезный результат. Результат чистоты вашего дома, да. Ну и приступаю к самому продукту. Опять же возвращаюсь, вы видите, много здесь. Но есть основополагающие вещи, без которых не обойтись. А есть то, что даст возможность вам как бы отшлифовать результаты, да. Поэтому начну с самых главных позиций. Это для пола. Ой, все развернули мне в другую сторону. Для пола и для интерьера. Вот эти две самые главные позиции в нашем доме. Одна из них предназначена для уборки дома, пола, мытья пола. Вторая для очистки всего, что относится к интерьеру, ну скажем так, мягкому, да, ковры, мягкая мебель, портьеры, вот такого порядка. Ну, начнем с пола. Почему пол в отдельную позицию? Хотя, ну, как бы, средством для интерьера и полы можно помыть. Но пол здесь, ну, как бы специальные добавки есть, которые просто фактуру пола улучшают. Это вот ощущается, какие-то царапины, какие-то сколы, потому что здесь есть восковые добавки. Ну, а если у вас, ну, по каким-то соображениям, или по материальным, там, или еще по каким, нет возможности обе банки купить, значит, берете интерьер и моете пол, потому что по пробиотической составляющей вы решите эту фактуру. Здесь просто вот еще добавлено, для того, чтобы улучшить саму фактуру пола. Почему пол так важно? Вообще, ну, база, как бы, пол. Мы же не моем метр квадратный. Мы моем, уж если моем, то весь пол, да? Всю квартиру там, или весь дом. Наши бактерии пробиотические, вообще они, ну, как бы, это то, что у нас здесь, а вообще мир бактерий, он никогда не живет на плоскости просто. Это всегда в пространстве. Есть такой сейчас термин в 3D, да? Вот в 3D. Вообще 4D, еще есть временной фактор. То есть, кроме того, что они очищают поверхность, они всегда очищают и воздух вокруг этой поверхности. Поэтому, когда мы моем пол, мы работаем на весь дом, в том числе на очистку. И если выбрать, я сразу с позиции, там, кто-то в доме заболел, да, что делать? В первую очередь, мойте средством для пола, или средством для интерьера, полы по всей квартире. Чем хороша эта формула? Подходит для любых полов. Вообще наш продукт, он всеобъемлющий, он подходит для всего. Единственное, где он может не применяться, это если бумага, да? Просто в силу того, что бумага водой. Ну, если бумажная что-то, да? То есть, если боится воды, то не надо, потому что вы должны... Мы сейчас о мытье говорим, да? О мытье, когда много воды. Каким образом пользуемся? Просто ведро воды теплой наливается там, ну, обычно на две трети, как правило, что-то половину наливает. Берем, встряхиваем хорошенько, потому что у нас на воде это средство. И бактерии, в силу того, что они живут колониями, они оседают на дно. Концентрация на дне, когда банка долго стоит, всегда выше, чем вверху. Вот ради того, чтобы просто концентрацию сделать одинаковую. Все, открутили, налили колпачок, вылили в ведро. Этого достаточно для того, чтобы у вас состоялась хорошая уборка, причем всей вашей квартиры. Привыкните делать это самым первым действием. Вот вы собрались убирать, да, уборкой заниматься? Первое, что вы делаете, это в ведре разводите для пола, а потом идете что-то складывать, чтобы прошло время, пока вы это все складываете, это может быть где-то пыль протираете, да, у вас что произошло? У вас произошел выход из спорового состояния бактерий, которые здесь находятся, и они активно в теплой воде, поскольку теплая вода, ну до 40 градусов, да, они очень быстро размножаются, и к тому времени, как вы там через полчаса собрались уже протирать ваши полы или мыть, там будет очень большой бактериальный состав. То есть задача будет выполнена. Грязь удалена и активно поверхность заселена бактериями. Эти бактерии пойдут и в воздух, пойдет очистка воздуха. После такого мытья всегда ощущается в воздухе свежесть. А если вы это делаете постоянно, ну раз в неделю обычно, не надо это делать каждый день, да, ну кто как. Вот какая у вас есть, какой у вас есть график уборки, такой соблюдайте. И по вот этому еще накопительному эффекту вы получите более стойкий эффект. Потому что бактерии, которых вы заселили, они никуда не денутся, они будут у вас жить в доме, причем три дня это вообще супер работа, до пяти дней гарантированно, а потом по убывающей. Ну там уступила новая пятница, допустим, да, и вы опять через неделю добавили вот эту пробиотическую составляющую. И вот таким образом накопительный эффект даст результат. Поэтому для пола это вот вообще базовое. Вот нет возможности ничего, мойте полы. Хотя бы вот вернусь к тому, что при любой поверхности. Вот у меня, к примеру, в квартире паркетный пол. Его нельзя мыть большим количеством воды. Я его просто протираю. А там где на кухне, ванной, плитка, там я мою по... Ну более, чтобы воды было побольше. Ну как бы не то, что воды побольше, а прям мою. Ну, мою, потом протираю. Вот таким образом. Линолеум, пожалуйста, мойте. Если это деревянный пол, делайте протирку, потому что в любом случае бактерии попадут. Может быть чуть больше накопительный будет эффект. Но в любом случае он работает. Какие вы можете эффекты сразу увидеть по тому, решить, что пол хорошо моется? Бактерии вы ощутите позже, а то, что хорошо моется пол. Когда вы будете, особенно первый раз, мыть, то у вас столько грязи вытащится, что, в общем-то, вы должны удивиться. Я думаю, вы удивитесь. Потому что изо дня, из недели в неделю, протирая свои полы, вот я на своем примере, всю жизнь я вообще никаких моющих средств не употребляла. Потому что считала, что семья небольшая, все ходят в домашних тапочках, никто у нас, как в иностранных фильмах, с порога в обуви не идет. То есть, относительно чисто. И я еженедельно просто протирала водой. Тряпку полощу, вода вроде так, ну, немножко грязнеет. Ну, значит, все чисто. Вот когда первый раз мыло, правда, шок, потому что вода в ведре становилась грязнее, грязнее, грязнее. То есть, я поняла, что вот то, что я протирала, это ерунда. Это здесь, при этом, повторяю, у меня паркетный пол. То есть, я не мыла, я просто протирала. Но этого хватает. Потому что здесь в основе очень сильный грязи от велики, который вытаскивает грязь не только с поверхности, но и внутри. Вот это еще нужно время, чтобы это произошло. Поэтому, но тряпка остается чистой. Вот еще что хорошо. То есть, вода становится грязной, тряпка все равно остается чистой, ей протирать. Воду менять не надо. Вот так вот, вот, всю квартиру можно помыть одним ведром. Потому что свойства грязеотделителя таковы, что загрязнение водного раствора не влияет на качество очистки. Очень грязной водой можно продолжать мыть. То есть, грязь эта вся уходит. Тряпка остается чистой, а потом все остается. Мыть все равно можно. Мыть все равно можно. Я вам сейчас в качестве лирического отступления скажу. У нас одна дама, ну, тоже работает у нас все. Она помыла пол. Она говорит, ну, грязная вода в ванной. Стоит в этот момент звонок. Она пошла разговаривать по телефону. Подходит, заходит потом. Ну, все, закончить уборку. Стоят две собаки. Пьют эту воду, захлеб. Эту воду. Она говорит, ну, это вот как бы как доказательство. Потому что животные, они не будут пить. Ну, это... Я могу вот людям красиво все рассказать. Вы мне поверили, да? И собак вообще животных обмануть невозможно. Они не будут сидеть и слушать, что там кто рассказывает. Ну, вот на этом природном, интуитивном. Они воду обожают. Но я просто к тому, что она говорит, грязная вода. Они ее лотают. Рядом стоит миска. Подивительно. Да, вот это удивительно. С полом понятно, да? Сразу, если вопрос есть, задавайте. Нет, лучше поток. Отлично, да. Теперь берем следующую базу, интерьер. Средство очень сильное. По именно степени очистки. Здесь наилучшая концентрация грязеотделителя во всей бытовке. Почему это сделано? Ну, я говорила, предназначено для того, чтобы помыть, очистить мягкую мебель и так далее. Это те объекты, которых труднее всего, да? Было бы просто, если бы могли диван или кресло, или ковер положить в стиральную машину, простирали, вытащили все в порядке, да? Здесь вот на этом пространстве, которое нельзя толком сполоснуть, толком как бы обработать, приходится... Поэтому здесь очень сильный грязь от делителя. Ну и пробиотическая составляющая серьезная. Мало того, эта формула, вот где-то уже год новая выпущена бельгийцами, рабочий раствор, если любой раствор рабочий, который здесь вы видите, можно хранить и одни, активность сохраняется, сохранить-то можно и больше, но активность пойдет по нисходящей, то вот этот раствор можно рабочий хранить полгода. То есть, если вы сделали себе вот такую вот заливку, допустим, ну, может, оно используется, но вы можете за временем не следить, потому что это будет активно в течение 180 дней, и уж вы точно это используете. Я вот специально воду просто теплую налила, потому что вопросы поступают, как и что этим интерьером делать, да? Налили воду, можете полную, как угодно. Сколько вам надо, да? Я никогда помню, не ненавлял, потому что он такой экономный. Тем более через распылитель экономия очень большая. Вот налили водички тепленькой, я это уже сделала заранее, потом берем, точно так же встряхиваем, опять же это на водной основе, значит, у нас концентрация маленькая. Все, наливаем, можно пол пол полпачка, да, ну, количество, вы же понимаете, маленькое. Если хотите, можете полпачок. Все зависит от того, ну, насколько все, ну, давайте пока себе не вижу. Какая концентрация или сколько у вас продукт постоит. Здесь так, если вы торопитесь, можете сделать побольше концентрации. Если у вас времени предостаточно, сделали заранее, настояли, тут работают грязь отделитель само по себе, но еще и пробиотики, да? Поэтому их концентрация увеличится от времени стояния. Все, раствор готов. Вот его можно использовать 180 дней. Что бы я вот в нашем офисе могла сделать этим средством, понятно? У нас вот диванчик, ну, диванчик потом мы попробуем. Все занято оказалось, да? Вот первое, что я сделала, я прямо сказала, не убирайте елку, пока мы ее не обработаем. У нас сейчас очень много люди применяют елки искусственные. Ну, это правильно, да, потому что просто жалко рубить там и так далее. Но, тем не менее, для живой елки у нас тоже есть елки. Вот такие искусственные елки, посмотрите, она у нас стоит где-то в нее перед еще фотогическим крестом, где-то с 20-го числа. Вот, да месяц. Месяц прошел. Смотрите, здесь и в квартирах тоже. Как минимум мы успели, ну, здесь вообще ежедневная уборка в квартире, мы 4-5 раз уже убрались. Мы протерли пол там, а елка как стояла, так и стоит. Да, по-либо, хай. Вот, 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 чему я и веду, вы озвучили, да? Причем, вот, смотрите, сколько здесь объектов. Чем больше площадь, чем больше вот этих вещей, тем больше предел. Плюс, у нас тут галили огонечки. Это значит, как бы статический эффект создается. И вообще елка искусственная. Действительно. На играх как пыль. Да, и на игрушках, и все. Поэтому, а каждую вот пробирать взяли, вот так сделали, и перед тем, как делать, чтобы она у вас не попала, и перед тем, как ее собирать, все очень хорошо обработали интерьером. И пусть она еще демек у вас постоит, а потом разбирается. Вот полностью, полностью, все, 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 все. Я еще сегодня ее брызгала. И игрушки, и везде попала, да? Причем, вот, даже обратите внимание, если вы увидите игрушку в пыли, то завтра этой пыли не будет. Все, ничего протирать не будет. Просто пробрызгают. Вот таким образом мы пробрызгиваем многие вещи. Вообще, чистый интерьер – это разбрызгивание. Если у вас, к примеру, мягкая мебель, а сколько стоять, сколько там? Ну, вот я как налила, полчачка бы постояла, и все. И достаточно, потом уже можете работать. Ну, потом мы ее добрызгаем, да, там уберем, я думаю. А, уже пора. Уже все все убрали, только у нас стоит. Ну, вот это обработка. Я, кстати, сказать, когда вышла, у нас там был интерьер, я говорила, пойду, не хочу здесь разбрызгивание, ну, там же эффект потом получить. А жалко выливать. Я вышла, вот там у нас искусственные деревья, и все полностью обработала. Потому что тоже пылесборники жуткие. Во многих офисах дома редко искусственные цветы. А в офисах очень часто. Потому что ухаживать на них некому, как правило, да, а хочется, чтобы... И вот это стоит, пыль набирается, и люди дышат. Ну, это вот, вот тоже для высочных сотрудников можно дать такой... Ну, заметьте, вот я брызгала... Я сейчас вот тут могу все поперебрызгать, ну, ну, может, на сантиметр или немножечко. То есть вот эта экономия, средства самого, она очень значительная. Итак, любая обработка мягкой мебели, ковра или чего-либо, вот таким же способом. Но, если это просто, ну, как бы первый раз делается, это действительно объект грязный, посильнее побрызгать. Посильнее побрызгать и применять вот такие тряпочки потом, да, сейчас я ее не буду мочить, но каким образом? Намочить водой, отжали хорошенько и протирайте. Эта тряпочка нам, ну, любые микрофибровые, они заменяют тот момент, что, ну, вот мы говорим, допустим, пол, мы смываем, да, нам грязь поднимается, ее все равно нужно убрать. Иногда люди считают, что достаточно вот брызнуть и все, да. Если этой грязи немного, как вот на елке, вот микрофибровые, то в принципе достаточно. Грязь делится пробиотикой сияжкой грязи. Но когда у нас, где мы, на котором мы за днем день сидим, каких тясна там или что-то, да, тут не хватит вот этой пробиотики, они микробиологическую грязь, они должны как бы с большой грязью, мы механически справляемся. И поэтому иногда и щеточку надо применить, потерять. Потому что иногда у нас говорят, я брызнула, у меня на ковре было пятно, я брызнула на пятно, и ничего не произошло. Так грязь надо все-таки убрать. Поэтому брызнули хорошенько. А может быть, может быть, грязь разная бывает, может быть, развели воду в ведре, налили туда средство для интерьера, и прям взяли губку и хорошенечко намочили, потому что степень грязи бывает разная. Я когда первый раз свой ковер, который с пола сняла, он у меня приблизительно вот такого цвета, светлый, да, под ногами, понимаете, что он был грязный на самом деле, я вообще его отвязала на дачу, там мыло на траве, ни о каких брызгах речи не шло. Я взяла в ведро воды, налила туда средство, настояла часа четыре, чтобы прям вот. Потом большой губкой. Кстати, у нас продается на складе еще вот такие губки для таких вещей, меламина. Они очень хорошо подчищают. Эта губка не для мытья посуды, не для контакта с человеком. Ну, в смысле, она другие цели. Она как для пятновыведения, поэтому вот может быть такой губкой даже пятна какие-то потерять. Но вот после того, как этот ковер помылся, и я его смыла прям со шлангой, с колодца, с насосом этой водой, и он высох, вы себе не представляете, какой от него был свежий запах. Этого не добиться ни одним ванижем или чем-то, потому что один раз я имела еще до всех вот этих знаний моих и этого продукта, я имела опыт мытья рекламируемой продукции, и запах грязи оставшийся с химией не передавая. Это вонь. Это просто натуральная вонь. Я потом его вымывала, не знала, чем убрать. А у меня подруга, она аллергик. Она вот точно так же помыла, она ковер была выгрузить, выгрузить, потому что у него просто спазм, у него аллергия на домашнюю пыль, а хочется все-таки красоты. И она этот ковер постелила, и вот я буду его мыть. И вот она как только, ну, такое не было ощущение, что он подпачкался, она его вымыла ванижем. Все, после этого она ковер выбросила и сказала, никогда больше не буду. Потому что у нее просто это обострение болезни пошло. Потому что при всей красивой рекламе ваниж не дает, любая химия, она не дает полного очищения и сама не смывается. Вот в чем ужас. Поэтому грязь вместе с средством моющим, оно дает запах неприятный. А здесь вот я несла ковер, он на солнышке высох, я его свернула, я несла в машину к себе, прижала и прям нюхаю. Вот он как будто вот он только вообще куплен, выпущен, еще не лежал нигде. Вот это, вот после того, как я вот так один раз помыла, после этого я брызгаю. После этого мне достаточно просто, вот я уборку сделала, я раз в неделю прохожу коврик сверху, он, во-первых, очень быстро, он не увлажняется до конца, он чистый, он уже вот сколько времени он лежит, я его ни разу на дачу дальше не возила. Я справляюсь вот этим средством. Вот этого хватает. Иногда у нас возникает вопрос по портьерам, очень часто, да, портьеры можно спокойно брызгать, но все зависит от того, насколько загрязнены они все-таки. Если они висели у вас, там, допустим, несколько, два-три года бывает, легкие занавески снимают, давайте как подумаешь, да, ну, вроде как висят и висят. Но если у нас есть на окне грязь, то точно такая же пыль, просто на стекле мы видим, на прозрачном эту грязь, а на занавесе мы не видим, но она одинакова, пыль, она избирательно не садится на поверхность. Если это окошко, оно приблизительно одинаково, да. Поэтому, если вы понимаете, что ваши портьеры достаточно грязные, их все-таки один раз надо постирать. Но постирать надо пробиотической стиркой. Вот у нас пробиотическая стирка. Сюда, 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 и он перебинул, вот она. Да, ну, она сейчас у нас немножко в другой упаковке идет, но содержимое одинаковое. Это для стирки, да. Есть для стирки вот такой, есть, видите, вот полтора литра большая, она выгоднее, конечно. Ну, знаете, чем больше расфасовка, тем дешевле, потому что надо как-то этикетку лишнюю, банку лишнюю и так далее. Этой стиркой надо один раз постирать все-таки. Причем постирать можно, конечно, либо в машинке, ну, в зависимости от ткани, все тоже индивидуально. Можно в машинке на щадящем дежиме, можно просто налить в ванную воды в обычную, если у вас какая-то есть там большая стирка. Ну, я не знаю. Чтобы откачать все в аккумуляторную стиральную махту. Нет, ну, занавеси. Я просто откачусь. Я не знаю, какая у вас, да? Но вам достаточно будет для того, чтобы вот со всех окон снять вот этого колпачка. Тоже очень важно. Вы налили теплую воду, в машинку ли вы залили, вам достаточно вот этого колпачка. 30 миллилитров. А как же настаивать все это? Целый колпачок? Да, целый 30 миллилитров. А, сколько килограмм белья? 5 килограмм. Вот полная загрузка машины, это колпачок. Если вы меньшую загрузку делаете, соответственно... Попробовать надо. Конечно. Золотые слова. Попробовать надо. Так, вы что-то спросили? Я спросила. А здесь же не настаиваете? А, не настаиваете. Ну, у нас некоторые люди настаивают. Они берут стаканчик, наливают теплой водички. Это стряхивать не надо, это гелевая форма. Наливают стирку, настаивают. А потом, когда заложили белье, заливают вот этот стаканчик. Я сначала тоже так делаю, потом стала просто заливать. То есть для меня стирка обычная, я ничего другого не делаю. Просто вместо того, что сыпала раньше, целую кучу порошок, кондиционер, ну, есть там, четыре отделения. То есть сейчас я ими вообще не пользуюсь, я заливаю барабан, все. И чистить. Стирка. Ну, машинку чистить, да. Стирка при 40 градусах на очень щадящем режиме. Происходит попутная экономия воды, экономия электроэнергии неволенной, да? Если вы... Ну, давайте занавесками, потом немножко еще остерки. Так вот, первый раз, в зависимости от того, если вы, конечно, только вот недавно повесили заново все, ради бога, вы сразу можете вот так взрывать и все. Если это давнее, то один раз постирали, пятна не отталят так, если нахватят. Нет? Нет? Ну, вы вообще-то не леете. Просто так хорошо. Вот о том и речь. Если вы уже постирали один раз, да, после этого вы можете, вот каждую неделю вы уборку сделали и вот так вот проблезали. Потому что здесь уже, ну, как бы грязь мы такую большую удалили, и мы это для просто внесения пробиотической составляющей. Там на микроуровне будет очиститься. Ну, давайте еще, как бы это о занавесках, да, и об интерьере. Что еще мы можем делать? Да, давайте договорим об интерьере, потом постепу. Что еще мы можем делать средством, которое называется до интерьера? Одежда. Вот наша одежда, которая не стирается. Куртки, пальто, дубленки, да, мы их либо в химчистку, либо... Ну, опять же, вот эта химчистка, во-первых, не всегда очищает тот, что очищает во втором. Мы обычно химчистке уехи отдаем вещи, те, которые там запачканы. А я сейчас говорю чаще даже не о внешней обработке, а о внутренней. Потому что мы вещи носим, где-то вспотели, где-то раз у нас одежда пачкается снаружи, она пачкает, и верхнюю одежду изнутри нашу. Ну, возможно иначе, да? Действие равно противодействию, если помним физику. Поэтому наша одежда пачкается, и то изнутри тоже пачкается. Его не почистишь, его не постираешь. Возьмите в привычку иногда делать. Тоже обработать. Вот такую вот, простую, не надо там, чтобы текло. Ну, здесь и не будет течь. Здесь очень тонкое распыление. Опять же, что мы сюда даем? Мы даем пробиотическую составляющую. Пробиотики, которые здесь находятся, они почвенные, и для них любая грязь – это органическая пища. У них идет борьба за эту органическую пищу. То, что мы не хотим, для них – благо. Поэтому они съедают всю микрогрязь, которая будет у вас на этой арене. Клещи тоже интернет? И клещи. Ну, для клещей еще более специальные есть формулы. Но я хочу сказать сразу, и по клещам, и по всем патогенным, и по грибковым посетителям наших домов, любые пробиотики против них работают. Просто есть система подачи. Когда мы стираем, здесь тоже пробиотики. И они работают против этого всего, и против клещей тоже. Но подача такая, жидкая, да? Здесь подача через бытовой распылитель. А есть еще подача через спрей. Вот где подача будет самая эффективная? Там, где наименьшая площадь соприкосновения. То есть спрей. Это тоже будет работать против клещей, безусловно. Но здесь не забывайте, что есть еще составляющая моющая. И если мы стираем, или если мы пробрызгиваем одежду, да, оно работает. А вот, допустим, постельное белье пробрызгивать я не рекомендую. Потому что здесь есть грязеоделительная составляющая, она не должна быть у вас в постели такой вот. Но когда мы стираем, это одно, мы потом все прополаскиваем. А когда мы хотим повлиять на полевых клещей в собственной постели, а это делать надо, потому что больше всего в постели. И на одежде, которую мы носим, на голое тело. А сейчас жизнь таковая, что практически все носится на голое тело. А вот это подушки, и только попух? Нет. Я вот почему говорю, у меня перетекает одно в другое. Если бы мы взяли ведро воды и губкой начали мыть, конечно, бумажные обои сделать так нельзя. Но этим можно. Мы же совсем немножко, вот я сейчас, смотрите на стенку, где эта жидкость, да? И нету. Вот, а грязь мы убрать можем. И ковры тоже, наверное, да? Да. Скажите, а меховые изделия, дубленки детей там? Вот, и дубленки отлично. Смотрите, кстати, вот вам демонстрация пошла. Да? Вот мы так стены можем сварить. А уж моющий... Ну, я же, видите, не держу, а если немножко... Я вам хочу сказать... Надо помочь. Я хочу сказать, что стены вообще... Мы когда делаем ремонты... Ну, мы-то хорошо, мойка. Мы когда делаем ремонты... Ремонт, если он хорошо, качественно сделан, как минимум на 10 лет. Мы полы моем каждую неделю. А обои вообще 10 лет не моем. И что у нас там творится, это ужас. Поэтому вот это спасение. Вы прошли, не надо каждую неделю, ну, хотя бы раз в полгода. Потратьте на это время. Вы сэкономите время на других вещах. У нас все делается гораздо быстрее. Этой продукции. Мало того, уборка, она носит пролонгированный характер, и вы будете видеть, что вы протерли пыль один раз в неделю, а до следующей уборки у вас пыли нет. А на сегодняшний день, кто не пользуется этой продукцией, ему надо практически каждый день вытирать. То есть вы... А вот один раз вы берете время и пробрызгаете. Опять же, даже вытирать не надо. Просто пробрызгали и залепали. Это сейчас стало почему? Посильнее и сразу потихоньше. Да, ну, надо вылезти, ну, блядь, что-то, что-то, всего. А так вообще просто прошли и дали такую вот пробиотическую мойку сделали. Ее не надо вытирать. И это, кстати, не занимает много времени. Да? Но тем не менее. Кстати, еще воздух моют, то же запах умирает. Ну, воздух мы уже изначально сказали. Любой продукт у нас работает... Вообще, бактерии работают в 3D режиме. Они всегда в пространстве. Вот сейчас сидите, вы уже все нахватались тут пробиотикой. Потому что мы тут брызгаем, круглосу. Ну, значит, что еще? Об одежде я говорила, да? О дубленках вы меня спросили. О мехе и так далее. Ну, мех... Мех это вещь такая очень капризная. Поэтому... Да и дубленки тоже. Это, ну, как бы вы увидели, да? Я взяла сейчас, вот побрызгала, где грязно было, и потекло. Но дубленки не хотелось бы, чтобы так было. Потому что здесь я вытерла просто, да? Поэтому и дубленка, и какие-то меховые изделия, их можно пробрызгивать, но надо просто понимать, чтобы ушла реальная грязь, надо время чуть-чуть. И иногда вот несколько дней. Но вы легко побрызгали. Вот, наверное, у меня просто было несколько таких опытов. Вот люди как бы говорили, рассказывали. Я винулась. Дубленку вешаете... Он женщина одного влагодарали. Говорит, я дубленку, такая вот рыжего цвета, со временем заломы. Вот эти рукавовые... Ну, вы знаете, карманы. Это всегда. Она говорит, я отнесла химчистку. Мне говорят, чистим без гарантии. Ну, что значит без гарантии? Это значит, вместо черных полос грязи у вас будут белые. Потому что химия грязь снимет, а и выедание вот этой красителя происходит. Она говорит, ну, я так прикинула, как бы, будет белые, все равно это уже ношенный вид. А дубленка хорошая. Вообще дубленки, вы же знаете, они десятилетиями носятся, с ними ничего не случается. Но вот грязь, и поэтому все у нас стараются, темненькая, немаркая там и так далее. Именно по этой причине. Она говорит, я повесила на балконе и, значит, всю ее обрызгала. Обрызгала вечером. Утром стою, грязь как была, так все по местам. Ну, у нее хватило терпения. Она говорит, я опять побрызгала, пришла с работы опять, побрызгала, в общем, несколько дней. И она говорит, я вижу, оно как бы вот чище, чище. А потом в какой-то момент я утром стою, дубленка идеально чистая. Вот почему? Грязь и отделитель работают, и пробиотики работают. Конечно, можно было бы побрызгать, начать тереть, но это может все спровоцировать. Краситель, там все это появится, вот как я сделала, какие-то потеки. Кто же знает, раз это от грязи, а вымыть мы не можем до конца, да? Это значит, мы можем вот этот потек иметь на непоскальку. Поэтому вот кто собирается чистить такие вещи интерьером, очень и очень немного, ну как, издалека побрызгали, и просто временем выдержать. Пробиотики работают, они очень хорошо все очищают. А не полихорные пятна. Вот у меня на топлив, полихорные пятна. Сейчас я в химчистку стала, так и оттала. И отмыли. Ой, вот жалко, что вы химчистку ждали. Ну, в смысле, я понимаю. Дело в том, что сейчас тогда перейдем плавно на пятна. Да, это я вам сказала, он мне что-то порталка лежит. Пятна, да? Вот для пятен у нас есть, то есть эти пятна действительно могут быть и на одежде, и на том же диване, и где угодно, да? У нас для пятен есть несколько. Три, конкретно, три пятновыводителя. Это для очистки универсальный, это для выведения пятен и пробиотический. То есть практически мы вот этими пятновыводителями закрываем все возможные пятна органического происхождения. Но я хочу вам сказать, что то, что называется для очистки универсальный, выводит и очень многие пятна, которые имеют неорганическое происхождение. Вот этот очиститель работает на основе грязеотделения. Здесь нет пробиотиков, здесь нет ферментов, здесь очень хороший грязеотделительный состав. И, ну, как бы мы говорим об органических пятнах, потому что 90% всех пятен имеют в основе свою органику. Но этим действительно нужно снять то, что иногда мне говорят, когда такое применять? Я говорю, когда вы смотрите на пятну и думаете, чем бы это отодрать? Вот, ну, как бы вот такое интуитивно, да? Вот, к примеру, я вам даже продемонстрирую. Вот ручка – это неорганическая вещь, понятно, да? То есть, если мы вот нарисовали, это неорганика. Вроде бы и делать нечего. Вот мы берем для очистки универсальной и брызгаем. Вот. Если вы ожидаете, что на глазах пропадет, вы ошибаетесь. Надо время чуть-чуть. Почему? Вот я набрызгала, промочила. Вот, заметьте, на любую ткань можно спокойно. Здесь нет, и на руку можно спокойно. Потому что вот любую бытовую семью не рискуем пятноводитель на руки лить, да? Здесь спокойно, потому что потепло, поэтому вытекло. Здесь ничего такого нет. PH – это и формулы, опять же, нейтраль. А степень воздействия, то есть результат, как будто это концентрированная щелочь. Вот степень, результат, скажем так. Щелочь – это кислоты у нас, есть щелочи, да? Кислоты до 80%, пятен могут растворить. Щелочи практически растворяют все. Всю органическую фактуру они могут растворить. Если живой, ну там, не живой, как бы, биологический какой-то организм, там, насекомый или что-то, мы включаем до конкурсового человека, но тем не менее, поместить в концентрированную щелочь, что пройдет какое-то время, следов не останется. Вот щелочи действуют так, концентрированные. Вот это средство по степени воздействия, в большой степени щелочь очень концентрирована, но по тому, как действует, вы видите, это нейтраль, это вода. Вот в этом смысле, да? Вот, поэтому я вот намочила и пусть у меня лежит. А потом какое-то время пройдет, то есть надо время, да? Вот даже такому неорганику. А если бы это были, такой, что скотч на геркало или там на автомобиль, вот то, что невозможно снять, набрызгали, выждали какое-то время, убрали. А где вот этот хорошо применять? Вот давайте ваши сейчас, на ботинки, сейчас, вот они, можно вот эти, вот эти, вот эти, вот эти, вот эти, вот вы побрызгали, у вас, что, какая у вас проблема? Одинка. Ну, вот они были такие, вот блестящие, да? И поскольку разноцветные, я не могу наносить ваксу никакого цвета, потому что они окрасятся... Ну, давайте попробуем, по крайней мере. Вот то, что касается соли зимней, это бы 100% я могла... Ну, давайте я... Сейчас будут белые. Держите тряпочку, значит, чуть-чуть там, 5 минут, выдержим, потом вы эту тряпочку... Давайте посмотрим. Ну, пока там идет правильный вызов. Значит, что этим можно почистить? Вот я приготовила, у меня тут документы всякие лежат, права на машине и прочее. То есть сумки, да? Это кожа. Это кожа. Вот светлые, цветные, черные на них грязи не видно, хотя грязи... Ну, помог нам. Ну, любая, какая разница. Вот вам, пожалуйста. Так, нанесли... Надо протирать? Конечно. Вот я для чего это специально делаю, чтобы вы видели. Иногда, то ли вдохновленные нашими рассказами, то ли, не знаю, то ли с общими фантазиями. У нас иногда люди вот так побрызгали и уже ждут чистоты. Вот смотрите, этот грязь-отделитель сейчас вытащит грязь с поверхности, с пор и так далее. Но не уберет. Но нет рук. Убрать надо нам. Либо смыть водой, если такая возможность есть для этого предмета, либо хотя бы протереть мокрой тряпочкой. Я специально открыть ее и показать вам на кожу, а на зажжи. А на зажжи щеточка. Грязь поднимется. Вот. Жесткая, грубая. Ну, сейчас немножко еще подсохнет, потому что я сильно намочила. Ну, в принципе, уже видно. Вот смотрите. Состояние, да? Причем смотрите, ну, как бы, оно сейчас мокрое, высохнет, конечно, оно еще подсохнет. Тут вот блеск какие-то, а там нету. Вот так будет, да? Сейчас я сделаю блеск. У нас есть средство, которое, примерно, называется для блеска. Но оно, хотя, немножко не... Тоже можно что-то терять. Для блеска, ну, оно название такое имеет, оно дает немножко блеску, но в первую очередь, это то, что для обработки мебели, вот, столы, шкафы, деревянные. То, что из каких-то других матерей. Ну, что у вас там? Ну, видно, прямо... Да, видно. А я сейчас вам, если хотите, еще могу для блеска прийти? Другую ногу. Нет, пока не надо. Да, наверное, нет. Ну, в принципе, вот уже блеск. Вот это то, что... А мы сейчас еще... Нет. Я хотела, чтобы все увидели. А сейчас я вам дам, вы брызните и сделайте все остальное. Держи. Ну, обрабатывайте. Да, и без блеска. Ну, оно, конечно, этот блеск, он не совсем для этого. Но я вот иногда, когда чистила, чищу вот сумки свои летние, потому что, еще раз повторю, черные, и тут чистить надо. Но грязи не видно на ней. А на летних видно, и очень сильно. Поэтому я беру, вот так брызнула, и растила. И она как бы такую надежну дает. Вот, смотрите. По степени блеска блестит, но грязи... Ну, оно еще не высохло. Кошелек у кого грязный, а у кого он чистый, скажите? Мы его носим. Руками, сумками. Самая грязная сумка, конечно, вот. Ну, вот можете, там только аккуратно, чтобы карточки не повылетали. Вот именно, когда в развороте видно, да? Ну, вот на сколько, сколько я потратила? Один с белыми проблема. Один с шимуком. Потому что там краска начинает сползать, и она там... Значит, я вам хочу сказать, это не с белыми проблема. Это просто означает, что на этом изделии некачественный краситель. Поэтому я всегда на таких вот, когда говорят, я всегда где-то в каком-то месте незаметном попробую. Нормально. Это все у того, что сама краска может быть разной, и в том числе и некачественной. И вот если она... Поэтому... Это не от того, что белая, это от того, что такая краска. Поэтому попробовали. Если нормально все, можете смело делать. Потому что не выедает, никаких, ну, как бы, таких вещей не образуется. И все быстро. И обратили внимание, когда я очистила, и вот Зиновий очистит солнце, ни запаха мы не слышим. Если любой другой химический очиститель, да, здесь бы все воняло, напрям, дышать нечем. Да, до обморока многие бы дошли. Это правильно. А здесь мы все это брызгаем, потому что, собственно, запаха не имеет. Вот это так работает грязь отделитель. И еще вот мы сейчас восстанавливаем, как бы, потому что, ну, мыли, мутный появился. Это, видимо, от воды. Но у нас бывает хуже истории, потому что здесь просто блеск потерялся. А мы можем пойти по снегу, в котором много реагентов. И что у нас возникает? Вот это засол белый, который мы смываем, а он опять вылазит. Мы его смываем, опять мы кремом намазали, а он сквозь крем даже прорывается. Да? Вот это средство, просто всем советую прям чуть-чуть купить. Какое? Которое у вас. Универсальное. Или вы уже, да, именно универсальное. Для очистки универсальной великолепно работает. Вы брызнули, там две минуты подождали, мокрая тряпочка, вот точно так, как сейчас, вот я почему хотела, чтобы вы сами это сделали. Перчатки кожаные тоже так же чистят. Ну конечно, любое, любое пелено так же чистят. Вот, и вы все это, и все, и за счет того, что и спор это тоже вытащилось, у вас ничего не было. Спасенные замшевые сапоги, кожаные сапоги, которые очень не дешево стоят, ну как бы, да, бывает только купил, и уже купил. Поэтому вот это средство при стоимости нашей партнерской цены 290 рублей, использование несколько сезонов, как, я не знаю, у нас все хватает на годы. Так, есть. Теперь вернемся к стирке, поскольку я уже начала, нет, да? Нет, Тань, а еще важный момент. По поводу, вот мы чистим, когда эту, на зиму, ну и зиму проходили, вот засаленные вещи, насколько дешевле и быстрее. Да, вот этим, для очистки универсальной, Саша, спасибо, напомню, можно очищать пятна на одежде. Вот правильно, где-то, ну не будешь и стирать, это же не маечка, которую там стираешь постоянно, да? Чем меньше стирается, тем дольше носятся такие изделия. И химчистки, они отнюдь их тоже, в какой-то мере лишают их жизни. Потому что агрессивные химические средства, они на ткань разрушающие действуют. Иногда бывает просто химчистки, на второй сезон уже не носить нечего. Поэтому вот этими средствами, нейтральными по своей основе, тем более сейчас очень много синтетики используются, какими-то агрессивными, можно, ну там, тем же ацетоном, или чем, поверхность портится, вздыбится может все. Здесь вы можете спокойно все очищать. И перед, вот сейчас зима закончится, перед летним вот этим весенним хранением, куда-то мы все равно складываем, обязательно обработайте. Запаха лишнего вот этого не будет, потому что, если вещь грязная хранится, долго в закрытом чем-то пакете, то она дает вот этот запахный запах. Кстати, все запахи, они тоже уйдут. То же самое касается обуви. Прежде чем закладывать зимние, допустим, сапоги там на меху, так далее, брызните туда. Пусть оно постоит, высохнет, потом можете закладывать. То есть вот это средство, оно, ну я не знаю, вот называется для очистки универсальное, вот в нем заложена суть. Мы назвали так еще, ну как бы нам сделали эту формулу по нашей просьбе, заявки, я не знаю, если у бельгинцев самих есть эта формула или нет, но у нас они вот от нашей, мы давали техническое задание таким образом, у нас сапоги портятся, люди не могут там себе каждый год новую покупать. Сделаем. И вот нам такую формулу действительно сделали. И мы ее назвали, но потом оказалось, что мы ее назвали в точку, потому что мы еще не знали этих свойств, и чем больше, я вам хочу больше сказать, вот этой баночкой, вот 250 миллилитров, я очистила диван кожаный, дома. Я всегда об этом рассказываю, потому что стоимость очистки мне обошлась в 150 рублей. Но никогда химчистку дивана за 150 рублей, ну потратила полчаса времени. Брызгала и протирала. Как это сделаем? Брызгала и протирала мокрой тряпкой. Следующую подушку брызнула и мокрой тряпкой сполоснула, еще раз мокрой, ну чтобы убрать, потому что тряпка, вот я знаете, вот такой же, я брызгала и вот так, ну как мокрая тряпка, я вот так протираю и смотрю, здесь мой отпечаток от руки из грязи. Ну, боже ж ты мой. Ну я люблю все светлое, у меня и ковер светлый, и диван светлый. И вот, ну поэтому сполоснула и еще раз, ну как бы пока я вижу, что чисто. Ну, с два приема я справлялась. Но при этом вот и использовала, да, и использовала половину. Я посчитала, стоила на 150 рублей. Поэтому этим можно очень многие проблемы решить, очень многие пятна. Ну, вот жвачки всякие. Скотч. Скотч отлепить. Я сказала про пятую водицу. А? Так это да. Не, 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 оно уже вот, его к хорошему под кран бы. Сейчас кого-нибудь попрошу, его так сделать. Он уже весь светлее. Наташа, поди сходи, а то я здесь, вот этой баночкой. Погрызгала, его надо просто поперить. Уже, уже половины нет. Хотя, я специально выбрала пример. А, ну ладно, Наташа, подожди, не уноси. Давай сейчас мы еще шоколадом помажем. Дети у нас пачкаются, да? И не только дети. Я им даже принесу специально контакт. Сейчас мы ее обживаем. Да? Это жалко. Да мы не будем полностью. Вот мы взяли, допустим, вот ребенок там замазался. Это трудновыводимое. Так просто точно не выведется, да? Так, Саш, можно я один листик отчипну? Конечно. С нашими проливальщиками еще больше уже. Вот, допустим, ну, было бы, было бы лето, но бы сейчас травы не приняли. А так берем зелень, да? Вот берем, допустим, зеленью. Это тоже очень трудно, практически невозможно отстирать зелень. Трава, вот тоже дети на коленках. Бывают со взрослыми такие казусы, но петьми чаще. Кофе, если бы мы ездим, насколько что-то завалим. Ну, тоже как бы из этой серии. Вот здесь чистая органика. И хочется нисколько отодрать. Облизнуть. Сколько? Сколько облизнуть, да? Ну, как бы, немножко другая проблема, мы понимаем, что здесь не отдирать надо, а другим. А для этого другого у нас есть для выведения пятен. Вот всем. Чтобы нет, чтобы видно было, как нам все. Для выведения пятен. Это средство с... Тоже там есть грязеотделитель, безусловно. Но самое главное, что здесь работает, это ферменты, энзимы. Энзимы, которые, ну, мы с ними знакомы в собственном организме. У нас есть поджелудочная железа, которая вырабатывает ферменты для переваривания пищи. И при помощи ферментов наша пища разлагается на составляющие. Жиры, белки, углеводы, да, расщепляются. Вот здесь тоже есть ферменты, конечно, не пищеварительные, те, которые выделяют пробиотики, но тем не менее они работают точно так же. А небольшое разделяют на мелкое, грубо говоря, на мелкие части, на составляющие. Вот, если мы побрызгаем, то у нас эти пятна будут на составляющие. А составляющие гораздо легче удалить, да? А грязеотделение тоже их отделит. Поэтому здесь берем другой очиститель и тоже брызгаем. Причем, смотрите, шоколад на глазах начинает светлеть. Потом сейчас Наташа попросит и она пойдет смоет. Потому что здесь смывать 100%, ожидать, что... Хотя некоторые вещи и прям вот уходят. Кстати, обратите внимание уже, видите, стоило мне чуть-чуть повозить, здесь уже легче. Вот, пятно шоколадное, оно быстро, зелень смотрите тоже, вот оно, но смыть, остается только смыть, потому что смыть все равно нужно убрать. Вот. Но тем не менее. Да, тут чуть-чуть, да, пока не будет? Больно-схорошая вещь. Ну что, Наташа, где-то есть. Да можно вот прямо чуть водички здесь, цветы... Да не хочется там развозить. Давай, скажем. Ну, сейчас ходи. Ну, в принципе, вот брызгаешь, брызгаешь. Только вы не подумайте, что я другую рубашу перенесу. Да где ж так-то возьмите, потому что я сдачу сюда сейчас. Ну, и есть еще один. То есть, понятно, да, такие? Кровь, вот, кстати, свежая особенно. Йод. Нет у меня, ох, у меня здесь йод был. Йод, вот что на глазах, на чем фокусы можно показывать? Облил одежду йодом, и она прям прррррр. Носила. В электричках как раз йод и показывают. Да? Там там химически. Наверное, у них три. Ну, ладно. Короче говоря, вот органику вот такого происхождения можно снять. Пробиотики. Вот здесь, то есть, здесь энзимы, там грязь отделите, здесь работает пробиотическая составляющая. Сделали специально в маленькой такой упаковочке, для того, чтобы была возможность все это носить в сумке. Бывает все, особенно едой часто. Мы кушаем, ляпнули, да, вот где-то зацепили, рукавом. И сумки побрызгали, все. Партиорли. Если одежда относительно чистая, даже пятна не остается. А что это? Здесь пробиотики на воде. На грязи отделители с водой. Эта формула очень похожа на интерьер. Ну, просто интерьер у нас бодья и нет возможности как бы... Это именно, ну как, скорая помощь. Вот посадили пятно, потому маленькое, и что остается? Побрызгать. Что удобно опять, мелкое распыление, поэтому большая активность. Побрызгали, пятно уходит. Если, повторя, одежда, ну, была относительно чистая, пятно даже может не остаться вообще. Если сама, ну, пора было ее стирать, а вы еще пятно посадили, то, ну, после этого постираете. Да? То есть, вот это работает, сейчас, и на одежду, и на мебель, и на ковер, на что угодно. Все три пятна водителя, их можно использовать по назначению любому. Но, там, где у вас, вот вы мне сказали, я еще раз делаю упор, там, где вы понимаете, ну, как вот, это одежда, допустим, вот зимние сапоги, они, как правило, с качественными красителями, потому что, если зимние сапоги будут с плохой окраской, то они просто облезут, да, и все. А вот модельная обувь, иногда бывает, ну, она не предназначена вообще даже для хождения, особо на улице, и под дождем тем более, и она будет краситель, ну, не такой. Поэтому, вот если вы такую вот что-то собираете, или на одежде, думаете, а вдруг там краска, ну, попробуйте, всегда есть изнутри какое-то место, где можно попробовать. Опять же, это может произойти, вот, ну, как бы, краску будет, допустим, снимать, не потому, что оно так работает, просто краска не совсем хорошо держится, и оно воспринимает как грязь, и убирает. Вот так вот, да, поэтому всегда, ну, попробуйте, на всякий случай, где это как работает. так, хорошо, еще у нас сред, да, упомянула для блеска, поэтому скажу о нем еще. Ну, мы сейчас его использовали не совсем по тому назначению, которое оно назначено, но, тем не менее, вы видите, можно тоже вернуть вещи, потому, что мы, допустим, сумку почистили, грязь вся сошла, и какая-то мутность немножко существует. Брызнули, протерли, и мы возвращаем фактуру вот эту новую. Но вообще, это в первую очередь предназначено именно для обработки от пыли. Мы все равно, ну, мы все убираемся, и раз в неделю практически протираем пыль. На все мебели, на телевизоре, на том, где-то везде. И если не пользоваться ничем, то, конечно, пыль по местам буквально через полчаса. Ну, в меньшем количестве, но тем не менее. Во-первых, если вы моете полы средствами пробиотического характера, уже меньше пыли будет. И в воздухе в том числе. Вот, кстати, сейчас начинают уже весенние денечки, и когда вот это вот, да, в снофе, вот заметьте, у нас, конечно, окна, ну, за зиму испачкались, но сейчас солнце у нас сюда, и по-хорошему, здесь должны быть столбы пыли. на пруде ходят, каждый день одежда, сейчас все пришли, все разделить. Обратите внимание, у нас нет пыли в обществе, потому что у нас все время демонстрация. Мало того, у нас оборуборщица моет нашим исследователем. Вот вам пример. И поэтому, если мы раз в неделю, то есть один раз вы просто выкрите пыль, и потом, не надо там много, не надо много, все очень простое, точке вашего, да, я почему-то с краю посидеть, сюда попадаю. Вот просто брызнули и растерли, не то, что это вы натираете, там что-то, просто растерли, чтобы оно высохло. Вот сейчас вот это петло, оно будет на всей поверхности очень сильно выделяться, становится, все почти, чуть-чуть на высшую станцию. Ну, подержать надо было еще по-хорошему. Помады не видно. Ну, это, вот это не тот край, мы не делали. Вот вся органика, шоколад, зелень просто исчезла, а фломастер, он все-таки неорганический, да, его, ну, надо подержать, или еще обработать, время, временное немножко дать. Все, видите, вот был шоколад, и зелень. Так, спасибо, Наташа. Вот, смотрите, я брызнула блеском, да, вот сейчас вот здесь у меня полезность становится новой. Какие-то, ну, вот, поцарапал, там, мелкие потертости, все-все-все уходит. А вопрос вот такой. Если мы откладываем рубашку, или лучше в мокрой среде оставить или нет? То есть я бы, например, это, например, можно в мудре. Ну, можно, можно. Вода, когда высыхает, оно хуже действует. Оно действует в мокроме. Ну, я вот и говорю, я когда сумки мою, я всегда обрабатываю это блеском. Оно вот это вот, ну, немножко дает кожу. А стекло, компьютеры? Значит, смотрите, для стекла и для компьютеров у нас специальные есть вещи. Прямо так и называется. Для очков и мониторов. Сюда входит и телефон. Вот я беру свой телефон, чтобы вы понимали, что я не боюсь. Выключаю его. Потому что он включится, да? И могу теперь брызгать. Когда речь идет о технике цифровой, надо делать так. Сначала на тряпочку, а потом берем снизу-вверх это движение и протираем. Кожий кран. Хороший, хорошее, хорошее засияло. Это надо делать обязательно, достаточно часто. И не только, чтобы было красиво, а в первую очередь для безопасности. Вот смотрите, мы все время вот так. Вот сюда мы говорим. Микрослюни, микрогрязь. Просто замечательное место для того, чтобы у нас тут бактерии. Ну, и на весь экран и ухо. Ну, прикладываем здесь наш жир кожный, да, кожное сало. То есть здесь источник очень большого наслоения бактерий и грязи, и в отеле нехороших. А наше ухо, вот ближе, чем из уха, в мозги попасть невозможно. Вот между ухом и мозгом тонкая перегородка. Поэтому вообще уши надо беречь, не знаю как. Потому что это вход жлазгей. И вот представляете, мы вот все время туда инфекцию посылаем. Поэтому протирать обязательно. Если взрослые, а дети, они вообще живут. Мало того, он греется, греется теплом тоже. То есть это опасный предмет для здоровья, если его неправильно эксплуатировать. Вот это надо протирать. Ну, вы видели, что я чуть-чуть брызнул и сделал, да? Причем этим же я потом могу взять и очки протирать. Но хотя я протираю в очень глубокую тряпочку, которую мы сейчас имеем. Таким образом, это, конечно, выключать не надо, выключать тут нечего. Вот здесь делается все просто. Если хотите, кто-нибудь может попробовать. А я сейчас одно, мы как один сапог делали. Выждать чуть-чуть. Для чего? Чтобы грязеотделитель хорошо сработал. Он работает на то, что вытаскивает грязь. Не только с поверхности просто грязь убрать. Здесь вытаскивается грязь. Ну, мы вот эту рубашонку мою использовали. Она чистая, опять же моя. Протру. Ну, обычно такие бывают салфеточки хорошие. Тоненькие, знаете, для очков. Лучше всего ими, конечно. Вот протерлил. Что нам, что дает? Во-первых, вот те люди, которые первый раз чистят, говорят, как будто диоптрии прибавили. Стекло становится более прозрачным. Вот что здесь. Не просто через, как бы, как-то я прощаю, а оно мокрое. Для очков и монитора. Специальное средство. Этим же средством можно и телевизионный экран. Только при выключенном. Вы видели, тряпочку. Сделала, да? Вот я протерла. Очки идеальные. Удеваешь, особенно близорубки. У кого минус, очень глазачие, у меня минус. Очень чувствительные. Соринкам, запотеванию. Ну, буквально. У кого плюш, у тех немножко другое. У тех обычно залапаны бывают. Очень сильно. Кладов там не чувствуют просто глаза. Вот этих дополнительных цветов. Поэтому, если вы хотите продемонстрировать, вот одно стекло, у кого сегодня плюш нету, нету здесь, да? Давайте мы вам почистим. Так, а у вас нету? Да. А я всегда, когда беру, я прям вижу, плюш или минус. Это я по своей маме. Ну, вы не против, если я с этой рубашкой? Она стираная. Она, как говорится, старая, но стираная. Есть и салфетки. Ну, в общем. Вот мы одно щерк делаем. Хорошенько почистим. Вот это, после этого средства, они гораздо дольше пачкали. Вот здесь еще что-то. Ну, вообще, вот после действия, почему опять же? Если бы грязь с поверхности только снималась, это одно, а грязь вытаскивается изнутри. И поэтому вот, как бы глубокая такая чистка, она дает эффект пролонгированного действия. Как только плюс, здесь антикотический свет, не дает пыли прилипать. Плюс в составе этого средства немножко добавлено средство для блеска. А средство для блеска создает пленочку такую защитную, на которую не садится пыли прилипает. А насчет запотевания как-то? Запотевания не, ну, как бы, не устраняют. Нету здесь ничего, что... Так, вот здесь немножко попало. Хотелось, чтобы мне на контрасте, чтобы выглядели. Ну вот оденьте, подчеркивайте разницу, спасибо. А потом мы второе делаем. Мы никого не оставим тут без... А я уже могу. Да? Хорошо. Вблизи все хорошо вижу, очки мешают. Вот я их туда-сюда. Что снимает, вы оба? Вы оба? Я хочу, чтобы вы сначала увидели разницу. А? Все равно, когда, знаете, на своих очках одеваешь, вдруг один глаз... Ну, что, как вам? Да? Может, видно даже, но когда одеваешь все-таки, вот, чувствительно, они более прозрачные. И, кстати, сказать, из этой же серии, девочки, мальчики, у нас есть средства для очистки стекол. Вот этих обычных окон. Ну, зеркал, люстры можно им чистить. Все, что со стеклом. Прозрачность увеличивается. Вот, когда помоешь рот, на весна наступит, вот мы окошку помоем, ощущение, как будто стекла у меня. Вот это вот повышенное прозрачность возникает. Люстры мыть, вот эти хрустальные с висюлечками. Вот это мое. Это мой ужас был. У меня по полдня уходило. Я висюлечки снимала. Все в тазик укладывала. Все мыла. Потом все вытирала. И опять эти висюлечки покажут. Я делала это один раз в году. Перед Новым годом. Больше у меня не хватало, ни времени, ни сил, ни ну просто. А люстра красивая. Вот теперь я делаю так. Стелю. Висит в центре комнаты. Здесь ковер стелю. На ковер, чтобы вот это все-таки не попадало. Потому что, думаю, ну, лишнюю грязь там еще. Становлюсь на скамеечку. Ничего не снимаю. Вокруг это при выключенном. А если эти лампочки торчат и попадают на лампочки. Пусть торчат. Вот если ярусная одна, ярусная третья. Ну, у меня вот я вам рассказываю. Невеста у меня, она за чашкой хрусталь. Бог знает. Ну, не могу я с ней расстаться всю свою жизнь. Думаю, наверное, она у меня останется. Ну, такая красивая. Хотя уже не модная. Но тем не менее. Вот там сплошные весюлечки. Вот так у меня были. Вот такими штуками. Вот я вам и говорю. Одно мучение было. Вот я теперь делаю при выключенном свете. Лампочки, чтобы брызнить. Она просто сгорит. Ну, как-то. Лопнуть может. При выключенном свете. Я становлюсь. У меня салфетка. Я, значит, по секциям. Вот так взяла все по брызгам. Ну, что-то капает там. Зачем застевает. Делала. Потом беру салфеточку. Допустим, да? Ну, хватит. Вот так кладу на руку. С той стороны. И вот так немножечко. Вот вроде как протирать. И вот так я по ходу. Потом следующую. Вот я с четырех сторон. Так, с пяти. Все. Вот. Смотрите. Ну, это же я тряханула. Да. То есть, если бы пыль в доме была. В нашем. То... Я собираюсь посадим. То это было бы вот так. Да? Не бойтесь. Это для дома специально для обогащения воздуха. Здесь ничего, кроме бактерий, нет. Вот это самое... Для дома. Самое эффективное для пыльных вещей. Средство. Постель вот так вот прорабатывает. Спишь хорошо. Это наличие... Смотрите. Пойменьше, меньше, меньше. Конечно, оно, наверное, не исчезает. Понимаете, да? Но, тем не менее. Это вот это вот... Очень тонкое раскаление. Очень большая площадь поверх... Вот соприкосновение получается. Поэтому эффективность высокая. Сочувствуете запах свежий? Да, совершенно. Вот. Значит, о чем мы? С очками и мониторами. Понятно, да? Значит, вот все делаем. Потом можно опять включить. И все замечательно. Также точно телевизор, компьютер, компьютерная мышка, компьютерная клавиатура. Это жуть. Это очень опасно. Наличие... Вот считается одной из самых грязных мест в доме. Самая грязная – это разделочная доска. Это вообще, сказать, больше всего. Ну, холодильник, да. Но компьютерная мышь, клавиатура, экран – вот это место. А это место – сосредоточие детской жизни. Взрослые не так, а дети просто там сидят, живут. Поэтому обязательно. Очень все просто. Только, чтобы не погубить компьютер, все делайте через салфетку. Сначала брызнули, протерли. Не брызгайте туда, потому что, ну, можно просто навредить. Это все-таки... А что брызгать? Для очков и мониторов. Специальное средство. Им же можно и очистить. И все. Так. Значит, с этим понятно. Теперь еще о чем. Коль взяла в руки, еще расскажу. Это средство, которое относится и к очищающим, именно воздух. Но там нет ни грязи, ни длительности, ни чего. Это именно обогащение, массированное обогащение воздуха пробиотиками. И наилучшее средство для борьбы с пылевыми клещами. Про пылевых клещей много чего рассказывают. Ужасы всякие, да? Но все дело в том, что мы жители с пылевыми клещами, живем и жить будем. И мы от них полностью не избавимся. Да и не надо. Это для дома? Для дома. Потому что пылевой клещ – это насекомое, которое, ну микроорганизм даже можно назвать, которое питается за счет наших отмерших кожных частиц, которые создают насекомые. Если пылевых клещей не будет, то весь наш дом будет засыпан остатками нашей кожи. И у нас в конце концов, как говорится, да? Есть такое понятие, когда чем старше человек, тем больше у него засыпается счет. Есть такое образное выражение, с него уже сливится песок, да? Мы считали раньше, что это образное выражение, как бы, а это, по сути, ну, это вот подразумевается как раз кожа. В Молдову возрасте ее мало. Потом больше, больше, больше. Поэтому эти, и у нас, соответственно, клещей становятся больше, больше и больше. Они от того, что чем есть питаться, и они будут. Но когда их становится очень много, они могут явиться провокаторами аллергических заболеваний. Потому что их выделение жизнедеятельности, они живут, и вот эти продукты жизнедеятельности, они очень сильные аллергены. Поэтому наша задача уменьшить популяцию. То есть они совсем не исчезнут, они будут, но они будут в том нужном количестве, в котором для того, чтобы у нас по дому не было песка, в кавычках. Вот для этого, для дома очень подходящая вещь, да? Как освежительство духа тоже действует, да? Да, любые пробиотики будут действовать. Вот вы постельку свою развернули перед сном, не надо поливать, не надо. Вот одним вот таким движением сделали и над подушкой, и над всем. Производители, я думаю, подушек вот эту полевую тему подняли, и они говорят, подушки меняйте, как часто расходуются. Да, без того, чтобы менять подушки, все равно они будут. А потом подушка, почему только подушки? Тогда и матрасы, тогда и все постельки. Ну, потому что мы полностью, с нас кожа сыпится не только с лица, наоборот, наверное, с ног там еще сильнее. Потому что если на лице мы особо не видим осыпание, то на своих ногах и на руках вот на этой части мы просто это видим, да? Что есть кожа, которая осыпается. Поэтому менять надо все тогда. Но менять это легче, справляться вот так. Сначала, вот чтобы запустить вот эту систему, сначала можно недельку каждый день, а потом пару раз в неделю делать, и все. И от этого еще хороший сон, могу сказать, да, Саша? Она всегда это говорит, просто на самом деле. Потому что это свежий воздух, вот эта свежесть, она способствует. Вообще пробиотики, они ведь от, как бы, происхождения их природные на самом деле. Вот смотрите, когда идет дождь, вот с грозой, там, ну вообще такой сильный, ливень. Ведь насколько очищается воздух, все это промывается. А вы знаете, что в этом дожде огромное количество пробиотиков. И запах дождя дает бактерии. Между прочим. Да, вот это я не уклала. Да, я сама об этом недавно узнала. Я готовилась к вебинару, мир пробиотиков, наши невидимые друзья и враги назывался вебинар. И я очень много, ну, хочется в теме разобраться, именно вообще о бактериальном мире. И вот я вычитала такое, что запах дождя, который мы все очень любим, дает бактерии. Ну, если вы мне, вы в чате нашем не состоите, я ссылку дала на этот вебинар, я ссылку запись дала. Поэтому вы можете, мир пробиотиков, невидимые друзья и враги, я почему-то не знаю. Я вам столько много подчеркнула, интересно, сама для себя как-то готовилась. А насколько хватает вот этого баловчика, примерно? Ну, месяца назад, вот если каждый день, вот прям, в зависимости от того, как вы пользуетесь. Еще есть у нас такое средство для человека, ну, в принципе, когда из дома уходите, вот так хорошо сделают, вдохнут это все. Вы дом обогатели и за одним свои слизистые. Не страшно в метро, а в электричество. Защита от общественного транспорта, в поликлинику уйдете или еще куда-то. Сейчас я ходила брать справку для санатория, в поликлинику. Все врачи повязка, думаю, господи, вот у каждого вот это должно стоять. Обрызнуло все. Ну и в завершение этой темы я вам тогда еще продемонстрирую вот такой прибор для дома, для офиса. Да, у нас вот такие вот есть приборы. Сейчас мы сделаем немножко другие приборы. Я не буду его вытаскивать, потому что он упакован в подпродажу. Это прибор, вот этот сам прибор, да, он может стоять, он может висеть на стенке. Здесь есть картридж, который в автоматическом режиме, через определенные промежутки, там в течение часа, там, ну, три раза, впрыскивает. Вот то же самое, что мы делаем вручную, да. Вот у меня такой прибор стоит дома, я его вообще не выключаю никогда. И днем, и вечером, и я уехала, и я приехала. Он работает от сети. Вот такой прибор. Когда картридж заканчивается, вот картриджа мне хватило на пять месяцев. Туда заливается, средства у нас есть для увлажнителей. Вот это совсем недавняя, одна из последних разработок. Это уже все хочет прибор, да, мы? Моя, согласен. Да я смотрю уже на часы и планировала на час, но уже все равно к завершению. Для увлажнителей средства, это средство, которое позволяет, прибор содержит ультразвуковую составляющую, и обычно пробиотики гибнут при этом. Вот эта двойная стабилизация в отеле позволяет спокойно проходить это устройство. Поэтому очень эффективно. Ну, коль заговорили и Александр не принес, конечно, я скажу еще и о таких приборах, как пробиоспрей. Слушай, у меня там он открытый где-то, мол. Саша, давай так. Так, или девочка. Вот там наставили, смотри. Наставили, там лежите, или головисты. Что-то открывать не хочешь? Это вообще хип-продажа. Да, это действительно хип-продаж. А вот, это мой. Ну, я это со склада, это я себе купила. Ну, не себе, но с подарком подарить. Значит, вот это средство с коробочками продается уже тоже с таким увлажнителем. Работает очень много, верх штучка интересная, да, чистоваться с нашим логотипом. Работает просто, открывается и все, отсюда пошел нанотуман, еще не заряженного. Заряжается очень просто. Вот здесь есть такой резервуарчик. Туда заливается, вот эта крышечка открывается. Шлеско встряхнули. Да, наше свой зарезок. Встряхнули хорошенько, да, потому что это очень-то. Открыли и залили. Все очень просто. Можно полно, можно критично. Оно экономичное. Если мы держим целую минуту, то выходит только один миллилитр, а здесь их семь. То есть вот эта зарядка на неделю больше, потому что мы не держим минуту. А потом, надеюсь, он заряженный хоть немножко, заряженный. Вот видите, как туманчик такой. Ну, сейчас был бы сильнее заряженный, вот у меня слабенький, ну, купила. Вот через такой USB-шный порт, он заряжается через компьютер спокойно, все совсем дает. Или есть такие розетки, можно вот взять. Вот, самое главное, что он дает. Вот, этот туман, во-первых, он нано-туман. То есть он очень-очень имеет маленькие частички. Размер нано-частиц сравним с размерами человеческой клетки. Поэтому, когда мы вот так делаем, да, то у меня в кожу, ну, далеко сильно не идет, но вот в кожу он входит, и он пробился. Он входит очень далеко, глубоко. Мало того, что он дает увлажняющий эффект, очень хороший. Это чисто косметическая процедура, да. Он дает еще защитное, вот, вообще он называется индивидуальный прибор для создания защитного пространства. Мы делаем пробиотическую маску, которую не видит никто, но эффективность ее настолько велика. Мы и вдыхаем, у нас и наследство попадает. Все, никто нам, ни грипп. Вообще в нашей компании слово вирусное заболевание не существует. На самом деле, да, у нас все ходят, как огурцы. Там, оказывается, уже давно школы отпускают на карантин, люди болеют. Вот благодаря вот этому средству, очень экономичное, вот такого вот пузырька, который сюда входит, хватает на 3-4 месяца использования. То есть, сколько в целом этот набор? Значит, отдельно, конечно, отдельно продается. Значит, вот, цена вот этого набора для партнеров, 2800 рублей. Если потом вы покупаете еще вот это отдельно, это стоит 290. Такого, вот, вот, как бы, ну, раз в полгода, может быть, надо купить. И хорошее, не забывайте о косметическом эффекте, потому что пробиотики, они работают противовоспалительно. И вот, то есть, еще обязательно вот это попутно. Тут не знаю даже, для чего больше, для косметологии или для защиты. Наверное, все-таки защита перевешивает. Ну, просто пару слов. У меня знакомый косметолог, который всем своим клиентам вот это продает. Потому что она говорит, она работает на активных процедурах, там, уколы какие-то, ну, такие, да, которые, ну, не в прямую там повреждают кожу, но все равно нужно какую-то, пусть даже день-два реабилитацию. Вот она говорит, когда пользуются пробиотиком, ну, как пользуются, ну, ну, просто, вот, нанесли и все. Все быстрее заживает. Если днем делали процедуру, вдруг бывает уже следов нет. Раньше бы мне такое чисто не было. Вот, пожалуйста. И еще чисто мое, но я это уже запустила в тираж, что называется, используем, глаза. У меня сохнут глаза. Особенно вот на компьютере, когда много работаю, я много сижу в компьютере. Вот я по открытым глазам так делаю, ощущение просто непередаваемое. И увлажнение идет. И у меня перестали краснеть глаза, а то прям иногда вот как песок засыпало. Что-то скотч покажет. Надо сейчас ватургом врут. А? После этой рации. Можно, например, я самолично вылетел, ну, как быстро, быстро отошла, простыла. Волгу нырнула, еще не надо было на летку. А мне еще отнесло. Это мой. Отнесло течением. Я пока из воды выбралась, перемерзла. И к вечеру у меня было состояние очень. И насморк начинался, и все. Это душ обойдется. Не, ну. И я вот так села, одну на одну зажму, и вот таким образом в течение вечера несколько раз. И все, утром у меня прошло. Запах свежей. Ну, свежей. Это бактерии такой дают запах. Запах свежей. Тихо шелесу. Ага. Так. Ну, да. Ну, и у нас есть такой же приборчик, который вливается для автомобиля. Потому что, ну, автомобиль, вот кто водит машину, второй дом. Мы там иногда столько времени проводим, целый день, да? Сколько стоит? Вот этот приборчик стоит 2000. Та же самая жидкость заливается сюда. Все очень просто. Это вот, ну, не приборчик, розетка есть специальная в автомобиле. В автомобиле. Регулируется, как надо там они. Под любым углом. Да, под любым углом. Делается так, как надо там, в зависимости от положения. Вот. Вот эта колбочка снимается. Сюда заливается ковы-самба. Закрывается, вставляется, все. Вообще, у вас тоже есть пробел в приборе. Вот эта кнопочка сенсорная, то есть ее не давишь, а просто прикасаешься. Один раз прикоснулся, непрерывно пошло. Второй раз, ну, как бы, два раза прикоснулся. Дискретно начинает. Десять секунд, потом перерыв еще. Третий раз нажал, выключил. Вот я сажусь в машину, сделала, и минут десять я так еду. Потом выключаю, и все. Достаточно. Можно вот это создать, и все, до этого еду. Да, конечно. Вот, значит, это с приборами, понятно. Вот, у меня еще презентация, потом перезвоню. Вот, что еще о чем, о чем хотела сказать. Отдельной совершенно позиции у нас стоит средство для сантехники. Почему отдельной, ну, потому что здесь нет ни пробиотиков, ни ферментов. Есть только грязеотделитель и кислоты натуральные. Работает замечательно на все наслоения, какие только могут быть на сантехнике. И водный камень, и мочевой камень, и молочный камень. Почему, говорю, у нас на фермах используют для мытья оборудования. Молочного камня. Маммин, да? Ну, да. Вот. Ну, мы у себя в домашней серии назвали это для сантехники. У нас просто подобная комната, здесь промышленная, она называется по-другому супергель. Ну, просто для сантехники именно в чем прелесть? Не имеет запаха. Потому что все, что производится в магазине, все с запахом, бытовая химия. И если помыл унитаз, то это три дня чувствуется, да, унитаз мыли. И это не есть хорошо, потому что мы, ну, потом садимся на этот унитаз, и вот этот запах, это наличие запаха, это значит в воздухе что-то летает. Правильно? Оно, запах, он не из ничего возникает. И мы это все принимаем на свои слизистые, может, по-разному организм реагирует. Поэтому бытовой химии, унитаз тут очень иметь такое не нужно. Вот это не имеет запаха совсем. Кислоты, которые здесь используются, пищевые. Поэтому... Пищевые или малышные. Да, да, да. Поэтому, если мы нанесем даже на руку, видите, в концентрированном виде, что и, конечно, этого не надо делать, но вот утенка из магазина я бы не стала, а своего могу, то ничего не произойдет. Ну, запах совсем, вот там, знаете, когда совсем русло, густишка, ну, и то, которое не вшибает, ну, просто кислота есть кислота. Но оно не опасное. Не для здоровья, не для кожи. Как мыть обычно? А как мыть обычно? Вот, допустим, мыть унитаз. Под ободочки я вот так сделала, чуть-чуть подождала, ершик. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!